Сегодня, 16 сентября, прозвенел первый звонок в Счастинской школе номер 56. Буквально еще вчера саперы проводили работы на территории начальной школы, куда упало несколько фугасных зарядов. Еще вечером и прошлой ночью вокруг города раздавались автоматные пулеметные очереди, гремели взрывы гранат, а утром дети наконец-то пошли в школу. Учителя, как и другие работники бюджетной сферы, не знают, когда они получат свои зарплаты. Родители боятся за своих детей, дети тоже боятся обстрелов, но жизнь продолжается. Учебный год начался. Торжественную линейку, посвященную празднику первого звонка, разрешаю начать. А сейчас мы передаем микрофон человеку, который заботится о своих детей. О каждом ученике нашей школы. Директору школы Антонине Анатольевне Щегольковой. Для нашей школы это будет 57-й учебный год по счету. Я с удовлетворением сейчас докладываю всем присутствующим на линейке о том, что школа полностью готова к новому учебному году. Начинаем учебный год организованно, уверенно и с большим желанием. Как никогда все ученики хотят учиться, а мы, учителя, ждем своей любимой работы. В этом учебном году в нашей школе будет обучаться 495 учеников. Это 18 классов. 95 учеников прибыли к нам из Луганской и Луганской области. Особенностью этого учебного года является то, что, учитывая пожелания родителей, мы первый А-класс открыли с украинским языком обучения, а также, учитывая пожелания родителей, первый Б-класс с русским языком обучения. От всей души всех вас поздравляю с праздником Первого Звонка, с Днем Знаний. Всем желаю мира, добра, благополучия. Овладевайте, ребята, знаниями. Получайте достойное образование, так как все это залог стабильности нашего общества. Всех с праздником Первого Звонка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, есть доля, есть небольшая доля тревоги. Есть такая, ну, все-таки надеемся на мирное разрешение всех проблемных вопросов в нашем регионе. В вашей школе есть бомбоубежище? Нет. Школа была задумана как вечерняя школа. И не предполагалось бомбоубежище. Вы будете как-то готовиться к возможным эксцессам, обстрелам? Если это случится в середине дня, то нужно как-то обеспечить безопасность? Будем надеяться, что это не случится. Но, безусловно, у нас проходят Дни гражданской обороны. Проходят тренировочные занятия. И, безусловно, запасной вариант есть в этом случае. Смотрите, кабинет образцового содержания. Это кабинет украинского языка и литературы. Разрешите зайти? Лариса Николаевна, можно, да? Проходите, пожалуйста. Ребята к нам. Здравствуйте. 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 Доброе утро дня. Садитесь. Посмотрите, как обороны на досках. Это учитель украинского языка и литературы. Холодова Лариса Николаевна. Учитель-методист. Дает очень хорошие, крепкие знания по украинскому языку. Что сами вы сейчас говорите? Вы сейчас что-то уже рассказали? Или вам рассказали? Про гим. Про гим. Украину уже рассказали. Послушали. У меня на краще в свете страна, чаревная, неповторная Украина. Для меня в целом свете ты одна, и рідная, и мила, и дорога, и единая. Мы все малополинчики твои. Пришли у свят, чтобы ним добро творить. Хоч может, кращий на ци земли краи, та нам судилось в Украине жить. Здесь фильм какой-то смотрим. Это кабинет физики. Это мой кабинет. Я учитель физики и математики. А почему, кстати, занятия не начались 1 сентября? Ну, из-за боевых действий, которые были в городе. Да. Мы не начали... Мы не начали... Мы не начали... Мы не начали родителей, опасались отпускать детей в школу. Да, детей в школу. Особенно малышей. А для них это, как бы, такой большой правиль. Было такое время, что даже из дома не выпускали. Говорили, опасно, не хотите гулять. А сейчас уже не опасно? Ну, сейчас более или менее тихо. Но все равно есть какая-то тревожность, что мало ли вдруг опять начнется все. К автоматным очередям уже привыкли? Конечно. Да, трещат постоянно после школы милиции. Да, ну, кому-то, может, повезло, мне, например, не повезло. У меня в доме все стекла выбило. Я пережил ужасный стресс. У меня рядом с домом снаряд разорвался. Ну, ничего. Я готов к школе. Все готовы у нас к школе. Все не боятся. Все идут в школу с радостью. Накуди мы не хотим. Так. Наши дяди тоже хотят миру, хотят навчаться так, как все другие дяди нашей страны, чтобы уже спокойствие к концу. Так. А вы кто? Я педагог-організатор в данной школе, но я приехала из Киевской области, працювала в Киевской области. Саме перед войной, так, за семейными обставинами, склалося, что я переезжала сюда, в место, и встретила тут уже такие непростые обставины. И ты с ним больше бачите. Я разговариваю украинскую мову, и меня никто тут поки що, слава Богу, не побил. И никто мне ничего не сказал. Мне не нравится. Так, звичайно, дядки, ось у 11 класс, с кем я вперше познайомилась, будем говорить с учнём, одразу так трешки насторожено, что это что-то новенькое у нас. Ну, тим не менее, все меня понимают. Все понимают. Если что-то не так, мы хорошо, хорошо, но я говорю на своей украинской родной мове, буду говорить на этой мове, хотя знаю тоже российское, и разговариваю российское, но... Это мой маленький кабинет. Мечтаю о большом, просторном кабинете, но не получается. А это моя гордость, это мой сын, служит в Киеве. В каких войсках? Национальная гвардия. А я учитель физики. Уже 34-й год. И 28-й год возглавляю школу, как директор школы. Не страшно вам здесь? Нет, ну, нам не страшно. Мы привыкли. И гуляем по всему городу. Да. Не играем, там, друзей встречаем. Мы из Луганска, которых можно будет встречать. В школу ходите? Да, первый вот день был, это, типа, 1 сентября, ну, хоть это уже 16 сентября, первый за ногу был, первый урок был. Хорошо вам здесь? Да, очень хорошо, очень отлично. Классное счастье. Да. Лучше, чем в Луганске? Да. Ну, вот поэтому и назвали его счастье. А ваши дома в Луганске целые? Наши, да, мой, да. Да, мой тоже. У меня там дедушка осталась, бабушка осталась. У меня там бабушка, дедушка, прабабушка, прабабушка остались. Я за очень, очень за них это волнуюсь, переживаю, заскучился. Когда возвращаетесь? Мы не знаем, когда война закончится, тогда очень срочно едем в Луганск. Ну, я тоже. Спасибо.